На ремонте вот такая микроволновка LG. Модель вот здесь. MS2042DS с частой поломкой искры. При включении начинают необычные звуки и искрения. Искры вот отсюда летят из-под изолирующей пластины. Верхушка открывается легко, а вот низ в такие отверстия начинаешь тянуть можешь оторвать. Поэтому разбираем. Откручиваем все винты с одного с другого, с другого, сзади и как бы толкаем вот сюда. Вытягиваем защитную крышку и смотрим как можно добраться до пластиковых защелок. Откручиваем в том числе и магнетрон. Смотрим на колпачок магнетрона. Ну и даже если колпачок целый, смотрим на лак внутри камеры, где магнетрон. Там нужно протереть все от угля, от прогаров и может быть закрасить, обезжирить. И может быть даже лаком для ногтей или просто лаком белым. Только без перламутра закрасить все прожревшие, прогревшие части. Должно быть закрашено. Крепится вот здесь. И вот здесь под крышкой, под вот этой защитной крышкой, направляющей воздуха, откручиваем и тоже откручиваем. Магнетрон тоже вытаскиваем. И так я открутил магнетрон. Если посмотреть на колпачок, он в нормальном абсолютно состоянии. Провалю здесь, видите, нажать нужно на вот эти язычки и он туда выходит. И видим, что попрогорало. Тут даже, видите, клипса даже сломалась от перегрева. Сюда шпарила искра. Значит, в самой камере здесь, если пощупать, все в принципе более-менее нормально. Но здесь есть вот прогоревшее место. Нужно утирать весь уголь. Значит, почему? Жир сверху затек сюда в щель. Жир разогрелся. Почернел. Стал углем. Уголь проводит электрический ток. И через уголь начинает шить искра. Поэтому сейчас убираем жир. Убираем. Смотрим, целый ли лак. Если вдруг лак не целый, его тут заделываем этим лаком для ногтей белым. Вычищаем все ножичком. Лезвием вымываем. Смотрим, где въелся уголь. Вычищаем, вырезаем ножичком. Все до чистого, до белого. И ставим назад. Сначала просто зубной щеткой хорошо промыть. И все. Это будет весь ремонт. Ставим назад и пользуемся. Если не будет вот этих прогаров, то туда не будет поток электронов напрягаться. В это место в токопроводящие. И не будет искр, не будет дыма, прогара. Потому что тут, видите, стреляло так, что оторвало кусок. Ну, в общем-то, это весь ремонт. Ну, а сейчас беру зубную щетку, моющее средство. И погнал чистить, смотреть, где можно вымыть, а где можно уже вырезать, выцарапывать все части угля, которые являются токопроводящими. А пластик не токопроводящий. Итак, вот таким образом я вымыл все щеткой и моющим средством. Сильнее он уже не отмывается. Поэтому вот эти все остатки. Сейчас возьму строительный нож, лезвие и буду выцарапывать до тех пор, пока все не станет белым. Нужно будет что-то совсем выцарапать. Приходится, придется. Но ничего черного остаться не должно. Принципиально. И все, и ставим на место. Ну, сначала проверяем там посадочное место, чтобы оно тоже помыть, вычистить. И если что-то черное въелось, выцарапать и закрасить. Если бы дошло до металла. Ну... Ура! Редактор субтитров М.Лосева